Всех приветствую на своем канале. Хочу поделиться с вами своим мнением и отзывом на продукт Савандри косметический йогурт клубничный мусс. Сделанный кстати 14 марта сего года. В общем я получила это на обзор и тестировала в принципе неделю. И могу сказать свое объективное мнение. Он мне, смотрите вообще по консистенции, он мне конечно не знаю что напоминает. Йогурт не йогурт, но йогурт он в принципе напоминает. Пахнет он клубничкой, наверное клубничным йогуртом, который мы можем есть ложками в стаканчиках. В общем, можно сказать, что у меня тут не пойму, ушло ли тут у меня пол баночки или все-таки треть. Но на самом деле он очень экономичный. Я конечно боялась, что когда буду пальцем туда суваться, то у меня или неудобно брать будет, или что-то такое. Но на самом деле очень удобно брать. Зачерпню тебе пальцем и на тело намазать, на ручку, на ножку, на еще чего-нибудь. Что хочу сказать, очень экономичный в этом плане, потому что в принципе при желании, конечно, можно загребсти пальцем очень-очень много. Но у нас в принципе и тело, это как бы, это именно средство для тела, ни рука, ни нога. И в принципе хватит размазать по всему, по всей поверхности кожи. В общем, он очень быстро впитывается. У него приятный нежный запах, это не навязчивый при этом, допустим, там, у какой-то там парфюмированной фигни от какой-нибудь там каталожной косметики, которую не перебьешь ничем. И если вы там пользуетесь какими-то духами, вот я на данный момент, в последнее время пользуюсь определенными духами и фраше, то они друг с другом сочетаются, друг друга не перебивают и как бы не мешают, не смешиваются при этом. В общем, я могу его сравнить, вот чисто для меня он очень напоминает и фрашевский крем, я не помню название, но для очень сухой кожи. Или молочко для очень сухой кожи с карите. У них был такой из тюбички, возможно, в круглой баночке. Я когда-то пару раз покупала во фраше, и он мне очень-очень нравился и помогал, впитывался в кожу очень быстро и хорошо увлажнял. Вот это точно так же впитывается в кожу, никакого налета, ни эффекта липкости, или еще чего-то такого неприятного, или то, что обычно бывает от молочка или лосьона для тела, он не оставляет. Даже такой момент, у меня в воскресенье получилось так, что за полчаса мне нужно было собраться и поехать к родне. Времени у меня было там на душ, на все остальное ровно полчаса. И я, соответственно, нанесла его на тело после душа, этот мусик клубничный, то бишь косметический йогурт. И, с одной стороны, я поела, что думаю, как же, я не успею, наверное, сейчас тут одеться, там, те же колготки, теплые одеть, там, или еще что-то, кофточку. Но он мне буквально за несколько минут впитался в кожу, никакого липкого эффекта не оставил. Да, и кожа очень хорошо питает на самом деле, ну и клубника, сами понимаете, она такая вся суперполезная. Ну и я туда шпаргалку себе какую-то оставила, как обычно. Ну, у меня с одной стороны шпаргалка, а с другой стороны, что мне не забыть сегодня сделать. Да, и на следов надежде он не оставляет, ну и, знаете, в принципе, за свои деньги я считаю, что он очень себя оправдывает. Ну и потом сам этот состав плюс 150 грамм, плюс-минус 5, ну, допустим, да, вот, 150 грамм, среднеарифметическое. Не содержит синтетических масел и парабенов, но куча всяких таких вот этих натуральных активных компонентов. Экстрат клубники, масла, ши, жжоба, оливы и кокоса. Ну, он действительно легкий, воздушной консистенции, крем для тела. Изготовлен из натуральных растительных ингредиентов. Ну и состав тут у нас тоже. У тебя, по-моему, в первом видео своем, а именно о самих продуктах вкратце, где я говорила. Там, конечно, ссылка на это видео, вот, на сам плейлист. Я сделала плейлист с Андре. Ну, и вы можете, если вам интересно, посмотреть. Ну, вот, в самом начале вода, потом масло ши, потом масло жжоба, оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло, глицерин, глицетин, провитамин В5 и экстрат клубники. Вообще, полностью натуральный состав, я считаю. Не знаю, как вы, но я считаю, что полностью натуральный. Смотрите, вот он. Ну, тут, конечно, на крышечке осталось немножко, потому что, допустим, он пока ехал к почте России, он там трясся. Но с крышечки можно тоже вполне себе снять, нанести на какую-нибудь поверхность. Кожа очень гладкая от него. В общем, у меня, конечно, сейчас очень много всяких таких вот молочков, кремиков и прочего для тела от разных фирм. Но я думаю, что когда-нибудь они у меня все-таки закончатся, потому что все-таки их все равно надо пользоваться. Я для себя обязательно приобрету вот такую вещь. И если у вас сухая кожа или просто, допустим, после душа вы выходите и вас стягивает кожа, то я вам советую такое еще себе приобрести. Но скажу такой момент, что, допустим, вот я тестировала себе два в одном гель для душа и шампунь, видео на которое уже есть на канале, если вам интересно, можете посмотреть. То вот средство это за меня не сушило кожу, хотя вот у меня кожа такая она специфическая. Не знаю, ближе ли она к сухой, сама вот кожа тела, но когда я выхожу из душа, большая часть гелев за душу, даже те, которые обещают, что они не будут сушить мою кожу, они ее стягивают. Вот если не полностью вот так выходишь, как жатый, да, вот этот какой-то такой непонятно что, а вот именно там, допустим, на локтях, где-то на руке, в общем, в каких-то местах, даже на ногах, иногда вот где-то что-то вот чувствую на спине, там какой-то вот стянутость такая. Вот от геля для душа 2 в 1, который шампунь и гель для душа, дыня, у меня такого не было. Если у вас есть же такие же проблемы с кожей после принятия ванны, то я вам советую или перейти на гель 2 в 1, ну, я не знаю, я другие не тестировала ни гели, ни шампуни, или просто мазаться вот таким косметическим чудом. Вообще про косметические йогурты я тоже как-то первый раз слышу. Обычно выявил, я помню, был какой-то косметический йогурт, но он был вроде как типа гель для душа, да, если я не путаю, можете меня поправить в комментариях, разрешаю. Ну и, в общем, очень классная вещь такая. Вот на нее смотрю, я у нее пальцем так тыкала, ну и она срок годности у нее 12 месяцев, никаких там после вскрытия, но, как я уже говорила, мне кажется, что если написано после вскрытия, это как вот на коробочке с какой-нибудь едой написано, но без красителей, ну, точно будет ароматизатор. В общем, тут все натурально, все честно, все чисто. Ну и ссылка, конечно, на сайт, где вы можете заказать такую косметику, будет под видео в инфобоксе, и ссылка на сам продукт тоже будет в инфобоксе. И там же я уже оставила свой маленький отзыв, там где-то внизу, под именем Ольга, свой восторг. В общем, сумбурный, я понимаю обзор, но у меня всегда какие-то такие, если что-то мне нравится, то оно сумбурное. Вообще, как можно продумать, мне кажется, что если честный отзыв, то он должен быть сумбурным. Потому что если ты начинаешь продумывать, то это уже как-то не совсем честно получается. То бишь, ты думаешь, как бы так сказать, то все, 5-10. Короче, если вы любите мои сумбурные видео, то вам это должно понравиться. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, это будет приятно лично мне. И, соответственно, я думаю, будет приятно компании Савандри. И если, в общем, вам охота себя побаловать, то клубничный мусс, я думаю, самое лучшее средство. Или одно из лучших средств для себя любимых. Вот так. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!